Всем привет дорогие друзья, с вами Владислав и это канал ноутбук 31. Сегодня у нас на ремонте IP камера Bezger 60S36MW-HX202. Со слов клиента, к этой камере вместо 12 вольт было подключено 24 вольта, после чего она проработала ровно 1 минуту и пошел дым. Не спрашивайте у меня как это получилось, я сам не знаю, да и клиент не признается. Так или иначе камера уже сгорела и моя задача ее починить. Давайте же подумаем о целесообразности такого ремонта. Если зайти на сайт Алиэкспресс и посмотреть аналоги этой камеры, то цена за Wi-Fi камеру с 1080p составляет около 1900 рублей. Поэтому думаю стоит заморочиться с ремонтом и вложиться в бюджет 500-700 рублей. Ну что ж, давайте приступим к ремонту и посмотрим что же у нас внутри. Ну а вы присаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Для того чтобы не навредить еще больше устройству, я не буду подключать никакие блоки питания. А сразу же воспользуюсь мультиметром и измерим сопротивление на его DC разъеме. И как мы видим у нас 1 Ом, короткое замыкание. А также если слегка нюхнуть корпус этой камеры, то чувствуется характерный запах гари. Ну что ж, давайте разберем корпус и посмотрим что же там пригорело. Откручиваем 4 винта по периметру, отсоединяем антенну Wi-Fi от платы и отсоединяем корпусную часть от самой головы камеры. При осмотре корпуса камеры видна характерная копоть, а также сами провода которые идут на питание обуглились и поплавились. Видно что нехилый такой ток здесь прогулялся, а также нереально воняет паленым. И если хорошо присмотреться, то невооруженным глазом видно что прогорел диод, надеясь что плата не превратилась в уголек. При осмотре более детально проводов и платы, видно что коннектор, который идет на передачу данных абсолютно целый. Это означает что процессор и память не должны были пострадать. И можно продолжить ремонт. А вот другой коннектор вместе с проводами конкретно пострадал, как внутри так и снаружи. Его у нас под замену. Конструктивно в этой камере используются две платы, которые соединены по типу бутерброда с помощью штырькового коннектора. Разъединяю их. Как вы видите уже с завода идут сопли в виде проводков напаянных сверху коннектора. После того как я получил доступ к плате, я выяснил что диод который сгорит и является защитным диодом, который принял весь удар на себя. И этот красавчик у нас называется защитный диод SMBJ18CA. Посмотрим спецификацию на этот диод. Типовое рабочее напряжение у нас 18 вольт. Пробивное уже у нас напряжение 20 вольт. Именно поэтому при подаче 24 вольт он еще какое-то время проработал и потом уже сгорел. Для того чтобы убедиться что нет других проблем на этой плате, меряю сопротивление на флешке биоса на 8 ножке. И как мы видим 4 кОм у нас присутствует. По этой линии у нас проблем нет, очень хорошо. И меряем сопротивление на нашем прогоревшем диоде. И как видим полное короткое замыкание у нас присутствует. Выпаиваю защитный диод дабы убедиться что проблема только в нем. Это и слепому видно что он пробит. Меряем сопротивление теперь на плате и у нас все нормально. Все идет к положительному результату. Теперь с фронтом работы мы определились. Нам нужно первое заказать защитный диод с Алиэкспресса, так как у меня нет на разборке таких. И заменить коннектор вместе с проводами в сборе. Что я думаю на разборочке естественно найдется. А тем временем заказал с Алиэкспресса партию в 20 штук SMBJ18CA. А вдруг диоды успеют прийти до конца этого ролика и мы успеем их запаять. Тем временем отсоединяем прогоревший коннектор и запоминаем распиновку его. Если мы перепутаем хотя бы один из контактов, то есть вероятность получить тот же самый эффект. Эффект прогара. И вся работа наша выйдет на смарку. Поэтому нужно очень внимательно за этим следить. Смотрим что у нас есть на разборке с шлейфов. Нет, в этой коробке шлейфы не подходящие. А вот, подойдет вот этот. Это шлейф матрицы ноутбука с коннектором под веб камеру. И именно этот коннектор нам пригодится сейчас. Примеряю его. Да, он идеально подходит. Осталось только соединить все провода с помощью паяльника и заизолировать их. Все это дело успешно было за кадром сделано. И теперь только ждем микросхемы. По истечении месяца ожидания микросхемы все-таки пришли. И теперь давайте финально запаяем защитный диод на свое законное место, чтобы привести конструкцию к своему заводскому состоянию. Защитный диод успешно припаян. И давайте все соберем в корпус. Собираем все это дело в обратной последовательности. Соединив все шлейфы и антенну Wi-Fi. И что я теперь могу сказать? Что на этапе монтажа этого видео, эта IP камера уже давным-давно отдана. И успешно функционирует у клиента. И видео подтверждение сейчас перед вашими глазами. Целый месяц я выпрашивал у клиента это видео, чтобы показать вам, что камера действительно работает. Ну а на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь было интересно и полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарии. Еще увидимся, но уже в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok